Всем привет! Меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Наконец-то мы дождались, дожили до момента, когда сборная России по хоккею проведет результативный матч на Олимпийских играх в Пекине. Только что закончился матч со сборной Чехии. Я буквально сразу же по горячим следам записываю видео на эту тему, потому что эмоции меня переполняют. Хоккей получился настоящим, драматичным и самое главное, что с изобилием голевых моментов. То есть настолько, что прям я не успевал порою даже осознать от того, что была заброшенная шайба, как тут же залетала новая. Но я скажу так, что игру надо разделить на два отрезка. Первый был до момента, пока не удалился Воронков, то есть до 18 минуты второго периода, то есть 38 минут чистого времени. Игра очень походила на ту, что наша сборная исполняла и в матче со Швейцарией, и в матче с Чехией. Разница лишь в том, что тренеры немножко перекроили состав и внесли кое-какие изменения. Во-первых, у нас изменилось первое звено, и от Шипачева убрали и Гусева, и Григоренко. На их место встал Галиев и Чибисов. Во втором звене оказался Ткачев, Грицук и Гусев. А ЦС Ковцев поставили в одну тройку. Там Андронов был вместе с Плотниковым и Григоренко. И сразу же вот эти изменения, они принесли плоды, потому что на пятой минуте первого периода замечательно начал атаку Нестеров. Гусев в одно касание в средней зоне подправил шайбу. И Ткачев по флангу прорвался и великолепным броском с кистей поразил ворота Гробица. Ну, понятно, что Шимон здесь допустил ошибку. Не должен ротарь такого уровня пропускать шайбу под мышкой. Но случилось то, что случилось. Я вообще скажу, что вызов Ткачева вызывал очень большие вопросы у меня. Я делал даже видео в начале сезона, где говорил, что Ткачев сезон проваливает. Но я вам скажу, что сейчас мне он нравится больше всех среди нападающих в сборной России. Он реально полезен и очень-очень выделяется. Наши вышли быстро вперед, но затем начались уже удаления в составе нашей команды. Но перед этим, надо сказать, что Федотов продолжал фьерить. И у Чехов был просто стопроцентнейший, двухсотпроцентнейший момент, когда Крэйча вывели на пустые фактически ворота. И как Федотов здесь успел поймать эту шайбу. Бросок-то ведь правда получился. То есть верхом летела шайба, но Федотов спас. Наши, кстати, тоже играли в большинстве. На первой минуте удаление получили чехи, но ничего не вышло. Но вот чехи показали, как надо играть в большинстве. И сразу же смогли реализовать это большинство. И мы впервые в этом чемпионате пропустили. Кундратик бросил от синей линии. Ну и, конечно, надо отметить Яна Коваржа, который сыграл очень здорово на пятаке. Мы с вами, любители КХЛ, прекрасно знаем о том, как он это умеет делать. И вот счет 1-1. Все нормально. Игра такая. Много борьбы. И какие-то эпизодические хаотичные моменты возникают. Так прошел первый период. Во втором периоде, кстати, у нас был забавный момент, связанный с калиткой. Дело в том, что на арене что-то там происходит. Вот с калиткой откуда выходит гостевая команда. И после одного из столкновений она просто открылась. И игроки команд туда упали. И это, конечно, удивительно. Потому что реально можно получить очень серьезную травму. А мы-то все с вами знаем. Вы же все смотрели плей-офф прошлого сезона. И мы знаем, что калитка должна быть закрыта. Ну калитка должна быть закрыта. Вы понимаете это или нет? Калитка должна быть закрыта. И никаких проблем. Как говорил об этом Дмитрий Вячеславович Квартальнов. И наши получили большинство. Может быть не слишком очевидное. Наши поиграли чуть в большинстве. 5 на 4. А затем опять же Володя Ткачев возьмет шайбу в средней зоне. Не будет получаться вход. Опять такое тухлое. Пауэрплей. И, короче, Ткачев заедет. Стянет на себя всех. И по нему ударит. И, соответственно, он заработает вот это большинство 5 на 3. На него, кстати, выпустят сразу ЦС Ковцев. Там и Плотников, Гусев, Нестеров, Григоренко. И поначалу не получалось. Но потом все-таки Гусев вывел Нестерова. И с третьей попытки Никита прошил вратаря. Идеальный бросок по точности, по силе. Я даже на своей картинке HD на телеке не увидел шайбу, как она летела. Настолько было мощно. И вроде бы вот этот отрезок, про который вначале сказал, до 38 минут. Все хорошо. Наши повели в счете. Играли здорово. У Чехов бывали моменты, но ничего такого выдающегося. В принципе, все подчищали. Но затем случился ключевой момент этого матча. Конечно, удаление Дмитрия Воронкова на Лукаше Седлоке. И я в своем телеграм-канале запустил голосование во время этого матча. С вопросом о том, считаете ли вы, что это 5 плюс 20. И небольшой перевес по ответам был в пользу того, что все-таки аудитория считает, что нет. Но я думаю, что здесь еще имеет значение то, что у меня в телеграм-канале много болельщиков Акбарса, которые персонально за Диму топят. Как по мне, это чистые 5 плюс 20. Потому что здесь был умысел, как это разбирает Анисимов. Дело в том, что... И там, кстати, Памшевченко писал или кто-то, Артур Хайрулин, что за это бы в КХЛ не дали 5 минут. Это бред. Мне кажется, бы дали. Потому что у Седлока не было шайбы даже. Он просто ехал. А Воронков ему двинул. Все эти разговоры про то, что у нас там... Он опустил голову. Он сам виноват. Это все бред. Тем более, вот Седлок едет к шайбе, которая там у борта. Воронков это увидел, да, и вдарил ему, ну, фактически, да, этого не ожидал Лукаш. И поэтому такой удар, он реально там встал, такой был в шоке. Да, он продолжил игру. Но в любом случае, это точно 5 плюс 20. Потому что так играть нельзя. Зачем Дима? Вот. Но бог с ним с удалением Воронкова. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я, в принципе, готов к тому, что вы меня захейтите. Как всегда, что я на Диму нападаю. Но, как по мне, он нарушил правила совершенно очевидно. У него даже не было шайбы у Седлока. Шайба была у Воронкова. И Седлок до нее даже клюшкой своей не доставал. А он его вдарил. То есть, не владеющий шайбой игрок. Так что, это точно удаление. А то, что в голову попал, тоже без сомнений. Пишите в комментариях, что вы думаете. Но я хочу рассказать про другое. Этому моменту, почему вообще Воронков все это сделал. Потому что он дико устал. Потому что к этому моменту чехи возили нас просто по зоне. Вот так вот возили-возили. И наши сделали проброс. И вот здесь тренером концовка периода. Вы ведете в счете 2 в 1. Как это там Вайсфельд говорит. Гейм-менеджмент у судей. Но есть же и гейм-менеджмент у тренеров. Ну, возьмите тайм-аут. Пусть игроки отдохнут, выдохнут. Но тяжело было играть. Там, правда, минуты полторы. Может, даже по две. Была смена. Она была очень длительной. И нельзя было так делать. Нельзя было отдавать вот это на растерзание. Ребят, взяли бы тайм-аут. Может быть, этого бы всего и не было. А так, игроки наевшиеся. Воронков уставший. Возможно, что где-то он где-то что-то не подрасчитал. И вот такой вот удар совершил. И наши остались в меньшинстве на 5 минут. Там был просмотр. Ну, судьи посмотрели и, собственно, тоже приняли, на мой взгляд, абсолютно верное решение. И наши где-то было около двух минут еще играть во втором периоде. И они умудрились пропустить аж две шайбы. Сначала Червенко вывел Крейчи. Тот замечательно бросил. Ну, и потом Шпачек или Спачек. Я не знаю, как правильно. Сделал счет 3-2. И мы ушли на третий перерыв, проигрывая в счете. И пропустив две шайбы буквально там с разницей очень короткой. И все свое преимущество растеряли. Перед третьим периодом мне Настя говорит, ну, сейчас по-любому они хотя бы еще один забьют. Но наши молодцы сделали выводы. Успокоились в раздевалке. Видимо, получили ценные советы от Кудашова. И здорово отзащищались. Но буквально сразу же, уже в равных составах пропустили четвертую шайбу. И здесь у меня в телеграм-канале. Кстати, если вы еще не подписаны, то подпишитесь обязательно. У меня за только Олимпиаду плюс 40 подписчиков. Так что мы растем. Буду очень рад. Так вот, у меня в телеграм-канале сразу писали, ой, рать машин, сборная, позор и прочее. Вот. И я тоже, честно, у меня была мысль, что ну все, поплыли ребята. И поплыл Федотов самое главное. Потому что я это понял, потому как Федотов пропустил гол. И начал что-то там судьям показывать, что, дескать, там были в зоне. Ну, ему может так и показалось, но обычно, когда вратарь начинает вот эти околоигровые моменты делать, то обычно это плохо сказывается. Ну, лично я по своему опыту могу сказать, что вот сколько смотрю, это всегда плохо заканчивается. И Федотов, видимо, уже потерял себя. Все-таки 4 гола пропустить это реально много. И, в общем, были опасения, но наша команда, благодаря игрокам из авангарда, против которых я правда был, ну, то есть против Семенова я точно был, я считал, что его не должно быть в составе сборной, что он не заслужил, но Семенов, да, его в этом матче, ну, то есть тренеры им не очень, наверное, довольны, но его там поставили в четвертое звено, он не всегда выходил, провел мало времени на льду, но в нужный момент вот свой трудовой гол в борьбе он нашел, и за это ему респект, красавчик, очень важная шайба. Ну, а четвертый гол забил вообще Арсений Грицук, и снова быстрая атака, передача. Гусев там подправляет, и Грицук в борьбе подхватывает шайбу, и со своим одноклубником Грубецем очень здорово разбирается, ну, а мячи красава, вернули сборную, и прям реально, да, я не поверил, и я так думаю, вот почему мы не смогли так отыграться в четырнадцатом году в Сочи, когда проигрывали финнам, вот. И самое главное, меня что удивило, что Жамнов, который обычно такой, ну, такой очень спокойный человек, спокойный мужик такой, и тут, когда Грицук с бедом, такая радость у него пошла, Такое ощущение, что там, не знаю, супер важный матч. И вот эти эмоции, они показывают, что на самом деле тренер, ну, прям у меня как-то к нему такая прям эмпатия сразу выросла, да. То есть, сопереживание ему, потому что до этого я как-то к нему так, ну, значит, с осторожностью относился. А здесь вот прям вот у него эмоции эти прорвались, нам это показали. Я прям кайфанул, думаю, ну, классно, хороший мужик, переживает за команду. И реально здорово, что отыгрались. А потом тут же Грубец опять передает привет. И Чибисов, который вот вышел в первом звене, я считаю, это правильно, он силовой, быстрый, с хорошим очень броском. Объехал там за воротами, поднялся на вершину с кистей. И Грубец проспал этот момент. И уже 5-4 мы ведем вот так вот быстро, 3 гола, кто бы мог подумать. Но Гика, который, по словам Стагниенко и Николишина, все еще играют в Челябинском тракторе до сих пор. Гика тоже практически с отрицательного угла, с лицевой, бросил и попал в дальнюю ногу Федотову и от щитка шайба оказался в воротах. Счет 5-5. В концовочке у нас было еще большинство. Но матч так и закончился с равным счетом. И в овертайме глупое удаление привез Александр Никишин. Ну, снова, кстати, на Гике нарушил правила. И я видел этот момент, ну, то есть смотрел, и он хотел его сначала ударить, ну, то есть в борт, потом подумал, что не надо, а Гика уже быстро юркнул в бок. Ну, и он ему реально попал, так что удаление без вопросов. И вот молодой все-таки в каждом матче, давайте признаем, как бы он мне там не нравился, как бы ему не доверяли тренера, в каждом матче он подпривозит. И вот если в матче с Даней нам фортануло, кстати, Даня выиграла 5-3 чехов, я в шоке, они в итоге второе место заняли в нашей группе. И в матче с Даней нас Йенсен простил, а здесь нас не простили. И кто бы мог подумать, что Любор Шулак из Адмирала станет творцом победной шайбы в овертайме. В общем, чехи нас выиграли 6-5. И, ну, на мой взгляд, игра хорошая. Мы все равно заняли первое место. Посмотрим, что у нас там получится. Скорее всего, мы будем где-то третьими в рейтинге. Но пока ничего это неизвестно. Завтра доиграют все вот этот квалификационный раунд. И мы уже будем знать, кто с кем будет играть. Но что я могу точно сказать? Ну, вот порезюмирую по игре, да, заканчиваю. Тут долго получается. Хреновое меньшинство. И вопрос, опять же, вот этой игры спецбригад у нас хреновое большинство и хреновое меньшинство. И прямо вот я это слово использую, чтобы реально показать всю ситуацию. Мы ни Швейцарии, ни Дании не смогли забить. Сегодня забили только благодаря тому, что сначала играли 5 на 3. И все-таки уже, ну, Гусев вывел там и Нестеров удачно попал. Но сказать, что у нас как-то... Вот даже Чехи, понимаете, Чехи из 6 голов, 4 забили нам в большинстве. И каждый их розыгрыш, он настолько опасен. Потому что они здорово контролируют шайбу. От каждого исходит угроза вот этой поперечной передачи. И у них практически все 2 минуты постоянно контроль. У нас ничего этого нет. У нас выбрасывают, выбрасывают. Ну, хотя я могу опять похвалить Володю Ткачева, который выигрывает вбрасывание в большинстве. Хотя мне казалось, что, ну, вот всех игроков сборной он явно не лучше. Но он молодец. Но часто мы и в меньшинстве, и в большинстве вбрасывание проиграем. В общем, непонятно, чем занималась сборная. А если она занималась большинством, то где эти плоды? Мы их не видим. Ну, и в меньшинстве надо что-то делать. Играли плохо. Единственное, в актив можно занести, что не пропустили вот эти 3 минуты в начале третьего периода. Когда реально, если бы чехи забили, то, может быть, нам было тяжелее все это отыгрывать. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры. У меня, если честно, большие опасения насчет перспектив нашей сборной. Потому что чехи, не самые сильные чехи, не самые быстрые чехи, создали нам уйму проблем. И самое главное, показали, что когда у соперника этой сборной России есть большинство, то у нас проблемы. И Федотов тоже не сказать, что сыграл прямо суперобразцово. Да, он подтаскивал, но вопросы все-таки есть. Я думаю, тренеры пожалели, что поставили Федотова. Надо было ставить кого-то другого на этот матч, чтобы Федотов сохранил свою уверенность. Потому что сейчас есть опасения по тому, как вот он себя вел и после четвертого гола, и пятая шайба. В общем, есть над чем подумать. Ладно, все, заканчиваю. Пишите комментарии, ставьте лайки этому выпуску. Подписывайтесь на канал. Мы будем продолжать следить за Олимпиадой. Ну и самое главное, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Что долго? Нормально.